МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Всем привет! В эфире первая в 2020 году программа «Рыбацкие баки». И я, ее ведущий Павел Павлов. Сегодня мы, я не знаю, как назвать это место, у монастыря или у Волжского замка. В общем, мы в середине моря. Вон там Жигулевские горы, там порт-поселок. Рыбачим вот здесь. Приехал. Место это называется Волжский замок. Разгрузился. Хочется поскорее выйти на лед. Но сначала соберем информацию на берегу. Куда собрались? На рыбалку. Не, я понимаю, я про то, что на технике. Вот, вот. Точно дальняк, по-любому. Вы же не пойдете вот 200 метров от берега, чтобы заводить тачку. Искай вот такую рыбу. Огромную. А где такая рыба есть? Где-то там. Точно она есть. Вот они. Обладатели техники. А кому-то кишочком. Рыбаки идут. У нас красиво здесь. Да, красиво. Особенно. Монастырь. Да. Вот. Рыбы есть. Приличный окунь. Грамм, наверное, 400. А вот рыбак. Привет. Как тебя зовут? Леша. Очень приятно. Программа «Рыбацкие байки». Леха, на какую снасть поймал? Балансир. Балансир. Ты даже не знаешь, как называется, ловишь. А глубина какая здесь? 4 метра, 5. 4-5. Звешивал его? Нет. А примерно сколько в нем? Грамм 400. Ну да, солидно. Генеральный спонсор программы – компания «Аура». Торбачили на «Балансир». Попался ли подлечь, ну как подлечь, может, подлечь уже килограмм на полтора. Хороший. Вот лунг кое-как вытащили. Зимой? Да. Вот это, да. Мучили буквально на той неделе. А где места сдавайте? А, напротив Татищева, в ту сторону. Здесь недалеко, в принципе. Тичней долбили, руку сували, так что он не пролазил никак, вот хоть бур 130-й, не влазил. Ну, вымучили, достали все равно его. Приятно. Конечно. До места ловли идти 20 минут неспешным шагом. Это примерно километра два от берега. Ориентир – в мороженое влет вершинка елочки, высотой полметра. Глубина 5-6 метров, самая окуневая. В 20 метрах от вешки можно ловить судака на 12-метровой глубине. Здорово, Вань. Здравствуйте. Че клюет? Не. Че? Правда, батя, да и рыбки поймал еще. А ты вообще даже не по тычке? Что ж, у тебя удочка такая крутая. Ты где взял такой? Подарили. Кто? Эль Паша. Нравится? Угу. Финская. Лови на здоровье. Спасибо. С наступающими, сударь. Спасибо. И судары. Юра Воробьев. Его лунки сразу узнаешь по количеству шелухи семечек. Помечены. Помечены. О, а вот Юрина рыба. Ну, он хоть ловит, другие только рассказывают про рыбу. Рыбачили в районе веса. Угу. Я увидел, что из-под турбин выносит сама, огромного сама, и он поверху идет. Я ничего лучше не придумал, как, так сказать, раздеться, подплыть к этому саму и засунуть руки ему в жабры. В смысле, что я его сейчас к берегу причалю, и все прочее. Ну, первая глупость, которую я совершил, о том, что я начал против течения грести к тому месту, откуда вынырнул, а ну, откуда нырнул. Вот. А второе, так сказать, что этот сон немножко пришел в себя, вот, и начал шевелеть хвостом, и поволок меня от берега. А рука в жабрах застряла очень основательно, выдернуть я ее не мог. Вот, уже прощался с белым светом и со всем прочим, и давал себе за руку, чтобы больше не полезу в воду. Вот. Ну, и здесь, ну, на мое счастье, что рядом, так сказать, мужики на катере проплывали. Ну, и вот поймали меня за руку, вытащили сначала меня, а потом этого сама. Большой? Большой. Они отрубили у него голову, и там за головой часть туши. Ну, в общем, у меня достался кусок больше 25 килограмм. Ха-ха. Вот. Это они тебя за спасение взяли? Я сам предложил. Вот. Потому что перепугался основательно, но впробно это не пошло. После этого я лет 15 еще занимался подводной охотой. Ха-ха. Жадность она всегда. Так. Ха-ха. Здравствуйте, Василий Викторович. Привет. Ха-ха. Тот, кто привел в те места, где не клюет. Ага. Или клюет, но очень плохо и медленно. Что, опять в очередной раз? Клюет вчера и завтра. Ты же был здесь на днях, скажем так. Да, я был здесь несколько раз. И всегда клевало. А когда взял с собой... Не всегда, Вась. Не всегда. Другая. Не, это месть. Это нормально. Не, ну скажем прямо, что клюет не только у нас, тех, которые не умеют ловить, но и тех, которые и ловят хорошо. Так что, в общем... С другой стороны, опять же, Паш, подтверждается наша теория. Когда рыбе хорошо, человек плохо. Буран, бурга, и все такое. А когда погода классная, вообще просто отдыхает. Ну и отдыхаю. Вот без рыбы только отдыхать. Так, ну ты поймал пять рыбин уже. Да, я поймал. Да, вон они в пакете потом. Хорошо. Просто я видел, Ванька радостный такой. Папка рыб поймал. Они чуть больше, понимаешь, они балансирные. Все-таки народ там ловит на мормышку. Но там прям вот именно мормышки, прям матросики. А эти все-таки еще даже вот при желании даже и закоптить, может, более-менее. Они как-то хоть что-то более, так сказать, едьбовые. Едьбовые, да. Блин, ну что ты хочешь, Паш? Ну все, уже середина января. Мы приближаемся к глухозильнику. Так что теперь рыбу будем вымучивать. Это то же самое штука классная. Они в любую погоду, в глухозимии, когда клюет, всегда байки хорошие. Всегда. В глухозимии даже лучше, потому что народу заняться нечем. Вася оказался прав. День сегодня не рыбный, а многобайчный и анекдотный. Выбирайте на любой вкус. Мультисезонный, поучительный и веселый. Идут охотник и рыбак по дороге. Беседуют, разговаривают друг с другом. Так, то, сё, так. Доходят до перекрестка. Рыбаку направо, охотнику налево. Ну, рыбак охотнику говорит, ну ни пуха, ни пера. Охотник говорит, и тебе хрен, а не рыбу. Ну, вот это было, ну, лет, наверное, 15-20 назад. И было это туда, ближе к химику, что ли, или, как сказать, к грибному каналу. Вот, там тогда песок был насыпанный, там, под это, в Азовской, что ли, хотели здание строить. Вот, и мы пошли туда в конце лета, уже ближе к осени, порыбачить на удочке. Там вроде как верхоплавка крутилась. Пришли, вода здорово, правда, ушла. Ну, вот они с той стороны, значит, рыбачили, мужики. А я думаю, с этой стороны зайду, заливчики тут вроде что-то бултыхалось. А там такие заливы, там тина, бутылки стоят, там, не знаю, какие-то там с нашлёпками тины, коряжки торчат. Ну, я смотрю, что-то там вроде бултыхается какая-то рыбёшка, мелочь. Забросил, что-то не туда, думаю, дай-ка я переброшу. Перебросил, у меня леска летит, раз за горлышко бутылки и замоталась. Ну, а в тину-то лезть-то неохота. Я так покачал, покачал за леску, захлестнулось хорошо. И потихонечку тяну к себе. А мужики с той стороны смотрят и кричат. О, Саня, бутылку водки поймал! Ну, я подтаскиваю, а там от зелёнки шматок на горлышке. Начал отматывать, смотрю, ба, пробка-то не нарушена. Отмыл. Говорю, да, мужики, точно бутылку водки поймал. А не на той стороне, прям как на сцене всё равно. Видно всё хорошо. Ну, тащи, говорит, сюда, там только вот так заливчик обойти. Там, ну, на яхтах ребятишки мелкие катаются на байдарках. Ну, вот я. Шёл, шёл, пока шёл, гранёный стакан нашёл. Замытый. И закусь. Помыл его. Пришёл. Говорю, вот, правда, бутылка. И пробка не нарушена. Ну, чё, давай попробуем. Открутил. Один говорит, я боюсь, не знаю, чё за водка там. А другой, ой, я с похмелья, давай, немножко налей. Немножко плеснули. Все на него смотрят. Глазами так хлопкало. Ну, чё? Эй, мужики, такая мягкая. Сейчас реклама наших уважаемых спонсоров, дай бог им здоровья. А затем снова вернёмся на рыбалку. Так что не переключайтесь, прощёлкайте самое интересное. Камера заднего вида, автоматическая коробка передач. Мой брат всегда был первым. Никита, давай! Кстати, это он начал меня водить. Вот, 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 вот. У нас с ним всегда всё было общее. Первая Лада Веста была у него. Теперь у меня будет такая же, только лучше. Лада Веста с автоматической трансмиссией. Байк насобирал, а вот рыбы в кадре, мягко говоря, маловато будет. Придётся самому отдуваться. Пробурил лунку, размотал удочку, прицепил заветный линдрус и опустил снасть на дно. Ждать пришлось совсем недолго. Окунёк как будто ждал мой балансир. Поклёвка и первый полосатик засветился в объективе камеры. Вот и мне улыбнулась удача. На балансир линдрус, мой любимый линдрус, попался окунёк. Первый на этой рыбалке. Ну, у меня хоть что-то есть. А у мужиков пока нет. Вот второй из лунки. Второй чуть покрупнее. Первый мелкий. А этот покрупнее будет. Уже грамм на 10 крупнее. Вот такой. На балансир пятёрочку поймался. 100-граммовый полосатый окунёк. Вот, красота. Раз, два, три, четыре. А вот пятый. Пятый окунёк. Я пока в чемпионском звании. Да-да-да. Лапки в сторону, плавнички в рось. Хе-хе-хе-хе. Краснопёры. АПЛОДИСМЕНТЫ К обеду и другие рыбаки замахали руками, вываживая окуней. Настроение улучшалось с каждой выловленной рыбкой. Что ж, значит, придется отложить удочку и снова вооружиться отогревшейся камерой. О! Вот, чтобы понятно было, какого размера рыба. Это с учетом, что он мелкую отпускал. Это вся средняя. Средняя. Нет, средняя. Идьбовая. Вот. Ну, помаши ручкой, молодец. Это рукав. Конец рыбалки. Все-таки улов неплохой. Ни шеи вам, ни хвоста. Выдином посылайте всех. Нафиг. Ловите больше. Наматывать леску на катушку можно научиться дома. А вот бурить лунки только на застывшем водоеме. Отец показал, как, а пацан должен повторить. На все про все одна минута. Время пошло. Вот, уже осталось чуть-чуть. Давай, давай, и нефть пойдет. И будешь ты богатый. Наш новый знакомый, Александр, принципиально ловит только на мормышке. И окуни, скажу я вам, на крючки его снасти садятся чаще, чем на тройники балансиров. И рыбка не мала, и байка весела. Ловили мы судака на Молодецком Кургане. Ну, не очень давно. По первому льду. Лед тоненький был такой. Попался мне судачишка. Килограммчик так, на полтора. На балансир. Тащу. Ну, балансир у него болезнь такая. Он в последний момент цепляется за кромку льда. Оттуда. Зацепился. Судак сошел. Ну, судак, видать, был в шоке от того, что глубина большая, да? И вот он вдоль луночки так вот проходит потихонечку. А лед прозрачный? Лед прозрачный. Я его вижу прекрасно. Что делать? Стою на коленках. За хвост его взял. Значит, держу. Он потихонечку у меня, значит, из руки-то скальзывает. Мужики рядом. Походили-входили. Что ждешь? Хватай зубами, говорит, за хвост. Недолго думай, хватило зубами. И держу. Вы потихонечку вытаскиваю, 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 вытаскиваю. Хватит. Откусила мой хвост. И он у меня прям вот так вот раз и в луночку. И потихонечку, потихонечку. Так и ушел. Мужикам кричу, говорю, если поймаете судака без хвоста, это мой. Вот вытряс все-таки. Вот такие вот нестандартные у нас клюют. Ганиты вот сейчас как раз здесь самые стандартные. Но так как он сильно стандартный, мы его благополучно, торжественно отпускаем лунку. Плыви, родной. Расти. О, расти. Поплескай. Ага. Ого-го. О! Ну-ка. Ну. Крупняк? Эх, не вытащу, наверное. Леска звенит. Давай-давай-давай. Вот он родной. А может тот же опять? Второй раз. И тут понравилось, наверное. СМЕХ Поехали в одно место, к егерю. А он говорит, да здесь самов-то никогда не было. Как не было? Все рассказывают, что есть. Говорит, ну, раз уж так сильно просите, ну, поехали. Завез на остров. На острове расположились. Он говорит, ну, давайте с Настей заряжайте. Вот, клюет обычно ночью. Ну, выпейте, посидите около костерка. А, говорит, ночью, если спать уж сильно захотите, привяжите к наеду. Говорит, веревку на перемет. Говорит, будет клевать, почувствуете. Ну, так и сделали. Среди ночи, действительно, за ногу дерг, дерг. Этот вытаскивает, тянет, никак не может вытянуть. Тянут все вместе уже стали тянуть. Тянули, тянули, оборвали веревку. И егеры потом после этого на утро-то говорят, да, что ж ты говоришь-то, что сомов-то нет. Говорит, такой сом, что мы все вместе тянули, такую веревку оборвали. Этот перемет. Говорит, никак не вытянули. Ну, ладно. Ну, и приехали на берег, встречается вторая группа. Напротив, на острове были. Говорит, у нас тоже, говорит, ночью клюнул. Схватили веревку и давай тянуть. Он нас туда, мы сюда. Ну, в общем, всю ночь веревку перетягивали. Так, а здесь вместе с окунем еще и ерши. Ну, как раз. Заканчиваем. Че? Уходим. Ага, все. Пока не поздно. Боишься штрафуют? Да. У кого снегоходы? Ах, велосипеды. Вот, далеко не надо ходить. Сидит рядом с тропинкой, руками машет. И смотрите, какие окуни. Вот. О, вот экземпляр. Не стыдно назвать окунь. Смотрите, какая красавица. На мормышку без мотаря? Да, на эту самую. На куриную шкурку. Ага. И снова подтвердилась истина, что счастье вот оно рядом. Рядом с тропинкой, которая ведет домой. Случайно скажете вы? Удачи, отвечу я. И везение. Лед в этом году очень коварный. Так что дружите с головой, мужики. И удачи. Итак, пора подводить итоги. До обеда ноль. Ноль прям вот аж полстый такой ноль. А после обеда поперло. Ребята, одна за одной рыбкой прям попадалась. Вот такая вот. Врать не буду. Все это есть на фотографиях. А тем, кто завтра собирается на рыбалку, традиционно. Ни чешу, ни хвоста. До встречи в рыбацких байках. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова